Утверждена новая редакция правил приема в учреждения высшего и среднеспециального образования Республики Беларусь. Пороговые баллы во время вступительной кампании 2014 в УЗА не изменятся и останутся на уровне прошлого года. Отменен конкурс для выпускников сельских и городских школ, расширен экспорт образовательных услуг. Сейчас мы фокусируем внимание, что целевой набор это такая особая форма набора для поступления в ВОЗ, которая ориентирована на решение кадровых вопросов в экономике. Принято решение о предоставлении возможности гражданам из стран пятерки, это Российская Федерация, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, поступать не только на конкурсной основе для получения образования за счет бюджетных средств нашей Республики, но и при поступлении на платную форму обучения, как для граждан дальнего зарубежья, скажем так, поступать по результатам собеседования. За 2013 год уровень заболеваемости туберкулезом в Беларуси снизился на 7,5%. Такие результаты достигнуты благодаря тесному взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения, а также группой управления грантами Глобального фонда ПРООН. Предшествующий год был очень успешным для нашей национальной программы борьбы с туберкулезом, для аптезиатрической службы. В течение года у нас, по итогам 2013 года, у нас достигнуто снижение заболеваемости на 7,5%, снижение заболеваемости с учетом рецидивов на 12% и смертности от туберкулеза на 21,9%. Это очень значимое достижение. Рост сотрудничества поддерживает соотечественников, проживающих в Беларуси, и активно сотрудничает с белорусскими диаспорами в России. Как мы взаимодействуем с белорусскими диаспорами в России? Нам нечего делить. Это наши горизонтальные связи, это наши ближайшие партнеры. С Кандубовичем, товарищем, с белорусами в Москве, мы делали презентацию книг о Петре Мироновиче Машерове. 27 марта во всем мире отмечали Международный день театра, праздник, который же почти полвека проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». По случаю этого дня во многих странах мира проводятся театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей. Театры Беларуси и России тоже подготовили интересную оригинальную программу для своих зрителей. Торжества по этому поводу, если можно так сказать, пройдут в нашем театре 27 числа. В 17 часов будет начало, а проходить это будет следующим образом. В 17 часов начнется общественный просмотр нашей премьеры, проделки Ханумы по пьесе Цагарелли. Это очень интересный, на мой взгляд, веселый, музыкальный, пластический, вокальный. В Республике Беларусь реализуется программа сбора и переработки вторичного сырья на 2009-2015 годы. Координатором данной программы в 2013 году стало Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Мы начали работу Минжелкомхоз по внедрению в Республики Беларусь так называемой системы расширенной ответственности производителя, которая предполагает, что импортер или производитель товаров и тары или создает собственную систему сбора, или уплачивает средства, платеж государственному учреждению, некоммерческому государственному учреждению, оператору вторичных материальных ресурсов. По данным Национального статистического комитета, среднемесячная заработная плата работников в Республике Беларусь в 2013 году составила 5 миллионов 139 тысяч рублей. Наибольшими темпами реальная заработная плата росла в таких видах экономической деятельности, как строительство – 128,7%, операции с недвижимым имуществом – 128%, торговля – 119%. Впервые в Минске состоялась персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова. Для посетителей выставка открыта с 19 марта по 5 мая. Место проведения – художественная галерея имени Михаила Савицкого. Возникло одно предложение, которое мы подумали, что его очень хорошо осветить. Не будем давать в конце, раз уже начали говорить. Андрей Березин предложил мне сделать аукцион в конце выставки, то есть 5-6 мая, часть картин продать на аукционе. Но для этого сделал специальную картину на тему… Восвященную чемпионату мира по хоккейю. По хоккейю. Я вернусь сегодня в Москву и сегодня же приступлю к этой работе. В рамках новой союзной программы «Компомат» белорусские специалисты совместно с российскими коллегами предприятия «Светлогорским волокно» разрабатывают оборудование и технологию получения нетканых углеродных материалов и углерод-углеродных композитов многофункционального назначения. Первый вид композитов углерод-углеродных – он будет выпускаться в виде вот таких вот тонких пластин. Они скористые, но самое главное – они токопроводящие и они используются в водородной энергетике, то есть в топливных ячейках, где напрямую идет соединение водорода с кислородом и вырабатывается электрический топ. Одна из самых значимых деталей в этой конструкции, которая здесь видна на слайде.